Пошла запись с ней. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодняшний ролик называется «Наброски в экстремальных условиях». Вот то, что мне кажется очень актуально для нашей с вами жизни, то, что мы оказываемся в ситуации, когда есть что порисовать. В частности, мы с вами сейчас находимся в Савино-Сторожевском монастыре под Звенигородом. Очень красивое место. Но у меня с собой по случайности оказалась папка с какими-то бумажками. В общем-то, даже выбрал самую приличную. Нет с собой карандашей, но вот есть шариковая ручка. Хотя в целом, конечно, мы не рассматриваем шариковую ручку, как такой базовый инструмент, но в ситуации, когда больше ничего нет, вполне можно рисовать и ею. Ну, давайте попробуем немножко порассуждать о набросках. Вот видите, что перед нами такой интересный и выразительный объект, как средневековая у нас башня монастырская, мне кажется, 17 века. И, конечно, такие объекты, они очень выразительные, и нам стоит для своих набросков, конечно, такие объекты выбирать. От шариковой ручки что у нас требуется? Возможность варьировать нажим. То есть не стоит, конечно, не стоит нам с вами нажимать на шариковую ручку одинаково. Вот. Ну, и как мы видим с вами, все-таки нажим возможен разный. Возможен разный нажим. Мы вначале, когда мы начинаем наш набросок, вот у нас тут башня, ангел с трубой, мы размечаемся. То есть мы не уверены, мы не можем быть уверены в том, что мы верно все расположили, поэтому не стоит нам, дамы и господа, вначале нажимать сильно на нашу ручку. Во-первых. Во-вторых, в нашем наброске у нас должны быть разного нажима линий сами по себе, потому что иначе наш набросок будет очень грубым и монотонным. И вот в этом проблема как раз, в этом гигантская проблема, когда люди рисуют воспитанной на шариковой ручке, но если никто им не рассказал, что не должна быть графика одинаковой, то бывает, что мы рисуем, а графика наша очень грубая и одинаковая. Поэтому давайте все-таки будем стараться нажимать на нашу ручку, на наш карандаш, нажимать по-разному. Что у нас, конечно, в приоритете? Это композиция хорошая. Так вот, чтобы нам добиться с вами хорошей композиции, нам, ну, можно сделать какие-то эскизы поисковые, но вообще, конечно, желательно нам размечаться, более-менее располагаться в центре листа. Если мы располагаем наш рисунок в центре листа, то всегда можно как-то что-то, или, по крайней мере, не приближаясь к краям листа, всегда можно что-то отрегулировать, то есть есть какой-то запас. А если бы мы расположили рисунок в край, то, конечно, дамы и господа, у нас было бы очень все проблематично, потому что мы могли бы тогда упереться в край чем-то хорошим и уже не иметь возможности это хорошее туда дальше нарисовать. Вот, ну, конечно, есть проблема комаров, да, вот у нас уже вторая половина июля, а комары все еще летают, да. Есть, конечно, такой момент, они лезут прямо нам в лицо, но мы их за это стараемся поменьше осуждать, вот, и как-то этот момент поменьше на это обращать внимание. Вот листва, да, вот обратите внимание, графика, да, что ручкой, что карандашом, она, скажем так, графика может содержать такие, как сказать, кракозябры, что ли, да, вот этими кракозябрами много чего можно нарисовать. Конечно, карандашом они получаются лучше, потому что у нас сам по себе грифель разный, и разными плоскостями кончика карандаша можно давать очень разную по нажиму линию, но даже если у вас ручка, ничего страшного, все равно можно пытаться, вот осы так же, видите, летают, можно пытаться все-таки давать немножко разные, разные нажимы, разные элементы, вот. Вот мы с вами разметились, дальше у нас листва, но большое количество листвы прорисовывать я, конечно, не сторонник. Мне кажется, что эти вещи можно их рисовать, но это по желанию. И, в общем-то, наверное, широким карандашом, широким грифелем это, конечно, намного быстрее, поэтому, может быть, тут ограничиться контурами. И вот дальше у нас с вами здесь располагаются совершенно интереснейшие окошечки, бойницы, да, по сути, которые мы можем расположить. Мы можем какие-то элементы уже потихонечку тут отрисовывать, те, которые составляют, в общем-то, красоту этой башни, этой стены, красоту, такую фактурустость. Фактуристость не только шероховаться с поверхности, но фактуристость в смысле, что характерные какие-то особенности, да. Вот, тут у нас какое-то покрытие, немножко напоминающее доски, да, такое интересненькое. Тень, вот еще здесь окошечко, да, вот, тут какие-то камушки. Какая-то тоже вот шероховаться. И надо понимать, что мы не обязаны перечислять все, что нам попадается в глаза. Что много этих окошек, но не факт, что от того, что вы перечислите все, все будет хорошо. Может быть, сразу будет каша мала. Может быть, вам достаточно лучше показать немногое художественными линиями с разным нажимом. Этого будет более чем достаточно. Может быть, больше-то и не нужно. Вот, обратите внимание, дамы и господа, возможно, всегда смазать своими собственными пальцами свои же собственные линии. То есть, будьте в этом плане внимательны. Не залезайте пальцами уже в рисунок. Вот, немножко еще можно дать какой-то тон. Тут у нас так красиво склон. Идет небольшой склончик сюда, дорожечка. Цветочки, да. Ну, такая достаточно банальная композиция. Сейчас, наверное, скоро ливанет дождик, но я надеюсь, что у нас сейчас наше видео будет достаточно коротким, чтобы мы успели вовремя остановиться. Вот, у нас тут то ли мать и мачеха растет, то ли какие-то лопушки. Вообще, конечно, всех призываю пока лето, все-таки в целях вашего обучения побольше делать таких зарисовок. Они, конечно, чрезвычайно полезны, причем пользу их вы сейчас даже оценить. Ну, первые годы мы, конечно же, не в состоянии. Мы начинаем понимать пользу от таких зарисовок уже по прошествии лет. А нужно ли использовать тон? Тон, вы знаете, можно немножко использовать. Вот, конечно же, видите, ручка все-таки имеет тонкий кончик, и поэтому нам удобнее делать такие вещи карандашом, на котором образуется лопаточка. Можно быстро заштриховывать. Но, с другой стороны, видите, что если у нас помимо линий появляются еще и пятна, то, конечно, наш рисунок воспринимается лучше. Тут какие-то намеки на тучки. Ну, вот видите, для тучек ручка слишком резкая. Чуть-чуть еле касаясь. Конечно, что у нас появляется какой-то тон, то видите, что у нас сразу рисунок разнообразнее смотрится, потому что если у нас имеются только линии, получается немножечко монотонность, много линий одинаковых. Поэтому, когда они объединяются в какие-то пятна, то уже это воспринимается лучше. Ну, вот такой какой-то у нас небольшой набросочек, дамы и господа. Достаточно банальный. Но давайте задумаемся о том, что из банальных, собственно говоря, вещей складывается у нас наша повседневная практика. Поэтому не нужно сразу расстраиваться, если у вас каждый раз не выходят шедевры. Нужно расстраиваться, дамы и господа, когда мы не можем регулярно много пахать, много работать. Потому что именно упорство и постоянство являются теми самыми качествами, которые на самом деле делают из нас в конечном итоге. позволяют нам овладеть искусством. Именно упорство и постоянство. Два основных качества. Спасибо вам, дамы и господа. Вот такая небольшая у нас импровизация. Всего вам доброго. Узнаем потом, что это за формат был. Вообще из него можно ли смонтировать. Хороших вам рисунков. До новых встреч. Здравствуйте, дамы и господа. У нас еще один ролик такой в экстремальных условиях, когда у нас есть желание порисовать, ничего с собой нет. Но, правда, по случайности оказалась вот такая папка. И даже среди каких-то дурацких бумажек оказалась плотная бумага. Но вот карандаша точно с собой нет. А есть только шариковая ручка. Но вот основное условие, конечно, работы с шариковой ручкой, это то, что мы должны от нее добиться разного нажима. Разного нажима. То есть то, что не нужно давить на ручку одинаково. То, что может быть разный нажим. И в таком случае, если у нас нажим разный, то, в принципе, она уже становится, конечно, художественным инструментом. То есть она может проводить не одинаковую линию, эти линии могут как-то играть друг с дружкой. То есть какие-то быть жирнее, какие-то быть полегче. И, конечно, нам желательно использовать, не вести линии одинаково гладко. То есть использовать всевозможные такие интересные заковыристые линии. Какие, собственно говоря, нам и являет собой та натура, которую мы зарисовываем. вот, и, соответственно, вот видите, что мы можем давать их разные, да. И тогда пусть даже, может быть, немного, потому что мы не обязаны с вами перечислять все, вот что мы увидели, все, что там попалось на глаза, потому что тогда, может быть, даже будет хуже, потому что будет монотонно. А именно что... Именно что немногое, но ты проведи разнообразно, проведи художественно, чтобы оно было с разным нажимом, и оно тогда уже будет само по себе, даже не в несколько линий, не в каких-то закоречек, но с разным нажимом оно будет работать, конечно, художественно. Это будет намного лучше. Этот момент надо понимать. То есть в этих зарисовках наших мы не обязаны заниматься просто перечислением, документальным перечислением всего, что мы увидели. Ну, вот у нас тут башня, да. На самом деле, вот такие элементы, конечно, они очень выразительные. Всегда наша замечательная средневековая архитектура, она гораздо выразительнее, чем все, что делалось в последующей эпохе, поэтому, конечно, она очень, очень достойна того, чтобы мы именно такую архитектуру брали в качестве натуры для наших зарисовок. Вот. Ну, и, конечно, мы можем давать немножко тонечко, его ручкой наносить не так удобно, как карандашом, но вполне возможно. И тогда у нас уже интересно начинают работать не только линии, но и какие-то пятна, даже если их чуть-чуть, совсем немного, все равно оно уже очень как-то сразу более разнообразно работает. Да, вот это нормально. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова» Продолжение следует...